Вечер на Спасе 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 отдание традиции. То есть мы понимаем, что этот вопрос, он, наверное, касается напрямую веры. Например, та же самая гречанка или женщина с Балкан, которая православная, и не носит по традиции тамошний платок. Спасется ли она? Есть ли у нее шанс на спасение, если она не придерживается ношения платка на голове? Мне кажется, вопрос в том направлении. Это не влияет. Почитать традицию надо, но уже, собственно говоря, повторяться не буду. Мы не на богослужении сейчас находимся. Тогда, наверное, надо задать вопрос а у всех телезрительниц, которые смотрят сейчас телеканал Спас, тоже платки на голове? А ведь они смотрят православный телеканал. Нет, конечно. Но я думаю, мы разобрали подробно. Давайте дальше. Да, давайте. У нас, кстати, был на видеоволе очень интересный вопрос. Друзья, на всякий случай напоминаю, что есть у нас функция видеовопрос. Можете записать вот так себе на телефон, прислать нам, мы вот на этом большом экране все покажем. Он, к сожалению, убежал наверх, хотя нет, вот смотрите, Таисия. Когда я выходила из храма, решила пройти через главные ворота, которые были открыты для вынесения покойника и погрузки его в стоящий там автобус. Мужчина окликнул меня и сказал, что ни в коем случае нельзя переходить дорогу покойнику, иначе умрешь. Или что-то типа того. А я вот и не верю. Как к этому относится церковь? Вот часто такое встречает жизнь. Ну, это типичное суеверие, которым нет числа. Конечно, можно ходить главными воротами в церковь. И если, допустим, человек по смирению пойдет не главными, а боковыми воротами, но внутренним ощущениями, ну, хорошо. Так же он может и по гордости пойти сбоку, так сказать, маленькой калиточкой. Это плохо. Чем человек руководствуется, вот что важно. Это очень важный момент. Не внешне, как это проявляется, а чем он руководствуется. А вот то, что в вопросе указано, переходить дорогу покойника, умрешь, ну, вообще-то я в этом нисколько не сомневаюсь, что мы все умрем, даже если мы не войдем в главные ворота. А когда, мы не знаем. Никто не знает, когда Господь нас призовет. Поэтому это, конечно, типичное суеверие, а обращать внимание на него не надо. Я слышал, один раз священник рассказывал, который в светской одежде зашел в другой храм, не там, где он служит, рассматривал росписи, на него налетела такая бабуся. Я отругала его, сказала, что ты здесь встал, помрешь. Он говорит, а что случилось? Он говорит, а здесь покойник стоит у нас, когда отпевание происходит, на его место нельзя вставать, встанешь, говорит, умрешь. Он говорит, знаете, я умру, и вы умрете. Она испугалась страшно совершенно. Говорит, ну, я не знаю, когда. Я просто не знаю, когда, но он говорит, ничего, будем готовиться. С юмором ответил. Молодец, мне кажется, это очень важная часть. Это, к сожалению, вот, видите, вопрос про суеверие не редкость. У нас, кстати, вот по поводу суеверий, прям вот такая череда плеяды вопросов, и некоторые прям с горечью рассказывают о том, что когда они настроены на молитву, когда они настроены пойти в храм, а иногда люди идут не от хорошей жизни в храмы, когда, ну, уже все, дальше уже некуда идти, только в храм. И они сталкиваются с тем, когда на них буквально выливают ушат суеверие, свечку там, здесь не подпаливай, ножки обожжешь ей, значит, сюда не ходи, там не стой, юбка слишком короткая, вот это не так, это здесь. И вот человек, который потом выходит, он не очень понимает, он немножко теряется. Куда он попал? Да, потому что, как мне помню, какой-то мой давний знакомый говорил, как у католиков хорошо, заходишь, тебе все кидаются, поют, весело, а у вас заходишь, и бабушки так на тебя смотрят, подозрительные, говорят, так, 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 дресс-код не соблюден. И возникает вопрос, что первичный. Нет, ну, разумеется, тут, во-первых, два вопроса, дресс-код и суеверие, это все-таки не одно и то же. И то, и другое, вернее, как дресс-код вторичен, а суеверие вообще никакого отношения к христианской вере не имеет. Это просто, к сожалению, ну, знаете, проще быть суеверным, чем верующим. Иногда это суеверие, так, знаете, так радуется как-то так неожиданно. Понимаете, христианская жизнь, она требует от человека нравственной жизни, молитвы, сосредоточения, добрых дел, любви, покаяния. Это все труд духовный. А соблюдать какой-то набор правил, как свечку поставить, какой рукой передать, это очень все просто. Но открою глаза, надеюсь, многим, кто нас смотрит, что это все не имеет никакого значения, какой рукой передавать свечку. И входить в центральную калиточку или боковой, это не имеет никакого значения. И еще таких суеверий, к сожалению, не то что десятки, а сотни и сотни. Да, очень важно различать суеверие от действительно того, что имеет значение. Вопрос. Имеет ли значение для Бога, для моей нравственной жизни, какой я рукой передам свечку? Ну, никакого не имеет. Значит, это суеверие. Отметаем, откладываем в сторону. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Елена. У меня потерялась связь с тетушкой. Мы последний раз не общались по телефону года три назад, часто созванивались. Ей тогда было 85, а сейчас, боюсь, уже нет в живых. Жила она или живет на Украине, а сейчас, как вы понимаете, с этим все сложно. Там живет ее сын, мой брат, но связь с ним тоже потеряна. Как мне быть? Я не понимаю, за упокой или за здравие поминать ее? Молитесь о здравии. У Бога мертвых нет. У Бога все живы. Или если даже вы стали поминать о упокоении, не переживайте, Господь знает. Главное молиться. Это тоже, кстати, суеверие. Иногда человек пугается. Я написал по ошибке о упокоении живого человека. Или я думал, что он умер, он оказался живым. Это неважно. Главное помолиться. Господь знает. У Бога все живы. Главное, как вы думаете об этом человеке? Молиться. Если нужен конкретный совет, пишите о здравии. У Бога все живы. Григорий. Здравствуйте, батюшка. Я не знаю, крещен я или нет, а сейчас болен тяжелой формой онкологии. Как говорится, осталось мало. Не нужно креститься, а вдруг я уже крещен? Нужно креститься. Вопрос решен давным-давно. В 90-е годы множество людей, взрослых, оказали в состоянии за десятилетия советской власти безбожной, что не знают, крещеные или не крещеные. Возможно, крещеные. Вопрос решается очень просто. Если нельзя узнать достоверно, надо креститься. Об этом нужно говорить батюшке перед... Можно поговорить со священником. Если есть сомнения, надо креститься. Хорошо. Добрый вечер. Прошу прощения. Главное, чтобы это был осознанный выбор, быть верующим человеком. Креститься не из-за суеверных соображений, а узнать веру Христову и стать христианином, а не просто пройти, так сказать, обряд. Есть просто такой момент, когда человек, понимая, что уже на выход, ну, простите за прямоту... А может, на вход? Вот непонятно. И вот он понимает, что осталось действительно мало. И вот этот момент, когда ты, может быть, и не вполне веришь, но ты понимаешь, что нужно к чему-то... Такие события, болезнь человека, риск для жизни, риск для здоровья, трагические события в жизни человека очень часто подталкивают как раз к размышлению о Боге, о смысле своей жизни и, как следствие, и размышлением о Христе, о крещении, о рождении для вечной жизни. Поэтому то, что толчком явилось, понятно, но, значит, нужно к этому отнестись серьезно, побеседовать со священником, прочитать Евангелие и креститься. Начнем вот этот еще раз вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто следует причащаться? Наш батюшка говорит, что каждую литургию, то есть воскресенье, ну, а как готовиться к причастию? Следует ли читать каноны каждый раз, последование ко святому причению? А если каждое воскресенье причащаться, то как же успеть подготовиться? Какой-то вопрос неисчерпаемый. Частота причащения зависит от многих факторов. От духовного состояния человека, от того, насколько давно он выцерковлен, женат он или не женат. Это тоже влияет, так или иначе может. Вот поэтому вопрос лучше решать с духовником. Сказать так, причащаться регулярно, причащаться почаще. А конкретно, я бы с осторожностью сказал, не реже, чем раз в месяц. Если человек хочет причащаться каждое воскресенье, очень хорошо. Раз в две недели – молодец, хорошо. Раз в три недели. Но вот где-то здесь лежит нормальная регулярность причащения в этих границах. Как готовиться? Обязательно нужно готовиться. Это первое. А вот строгость и меры подготовки, они зависят и от опыта духовного, и от возраста, и от здоровья, и от обстоятельств жизни. Все каноны прочитать там еще Акафис невозможно часто. Бывает, для этого много времени нужно. Если человек регулярно причащается часто, хорошо, если он прочитает последование к истовому причащению. Каноны и молитвы к истовому причащению. Сможет осилить еще дополнительный канон – молодец. Мы стараемся утренние и вечерние молитвы читать. Стараемся читать Евангелие. Поэтому для мирянина, который семейный человек, или для человека, который работает, большое молитвенное правило может быть просто непосильным. С точки зрения поста, этот вопрос освещен в официальном документе Русской Православной Церкви. Хочу подчеркнуть это. Часто задают этот вопрос. Документ называется «О участии верных в Евхаристии». Можно найти его в интернете в свободном доступе. Он издавался в бумажном варианте. И там сказано, ясно, что если человек регулярно причащается, если он соблюдает в среду и пятницу постные дни, большие посты, соблюдает, ну, естественно, по силам, по той мере здоровья, возраста, которое есть, то постных дней оказывается больше половины в году. И дополнительных три дня поста перед каждым причастием непосильные ноши. Что получается? В среду попостился, в четверг попостился, в пятницу попостился, в субботу попостился, потому что в воскресенье собираешься причащаться. Получается, фактически, четыре постных дня в неделю даже. И поэтому благословляется вот этим документом официальным поститься в среду и пятницу. И перед причастием, ну, воздержаться можно от мяса, как вариант, или вторая дня, вторая дня предыдущего, ну, субботы, допустим, постная. Вот. Если человек причащается редко, если человек не соблюдает среды и пятницы, если он не поистится, большие посты, тогда законные, правильные требования попоститься поусерднее. Угу. По мере, по мере, соответственно, возможностей. Друзья, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Ого, добрый вечер. Здравствуйте. Мы слышим ваш вопрос. Вы меня внимательно слушаете? Мы вас хорошо слышим. Сдавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, когда... Я просто глубоко верующий человек. Не будем касаться этих мелких моментов. Когда это все кончится? Можешь что-нибудь сказать? Что все? Пояснение бы хотелось. Текущая ситуация или в целом все? А я отвечу. Я думаю, что я понял мужчину, который звонит. Все кончится. Это, наверное, можно предположить, когда будет второе славное пришествие Христа, и всем беззакониям будет положен конец. Об этом не знает никто. Не ангелы на небе, как мы из Евангелия знаем, а только Отец Небесный. Если мы говорим про сегодняшнюю ситуацию политическую, то я думаю, тогда, когда мы покаемся. Когда внутренние перемены в людях произойдут. Я не берусь быть экспертом в политике, в тех обстоятельствах военной операции, которые сейчас происходят. А вот в духовном смысле, если мы хотим приблизить окончание всего этого, нужно покаяться в своих грехах и внутренне измениться. Начать молиться Богу. Вот когда народ будет с Богом в большей степени, тогда все изменится. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую паузу, ждем ваших звонков и увидимся буквально через пару минут. Друзья, в прямом эфире продолжается программа «Ответ священника». Отвечаем сегодня на ваши вопросы вместе с Протереем, Алексеем Патаноговым. И остановились мы на теме, когда все кончится. Эфир у нас, кстати, не такой долгий, поэтому осталось буквально 10 минут. Давайте успеем побольше. Батюшка, может быть такое? Человек носит чужие вещи и живет чужой жизнью? Такое бывает, но одно с другим никак не связано. Так. Человек может носить чужие вещи. И сейчас, мне кажется, вообще к этому есть такой вектор, что ли, экология, бережные отношения, осознанное потребление. В этом нет ничего страшного. Если человек смущается, ну, можно окропить святой водой, я думаю. И не надо смущаться этого. Человек же, бывает, живет чужой жизнью. Но это никак не связано с тем, какие вещи он носит. Это просто его устроение. Это его, так сказать, вот, ну, не знаю, его такой опыт жизни. Это, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, что на этот вопрос мы ответили. Чужие вещи носить можно, а жизни нужно жить своей. Господь дал свое. Добрый вечер. Крестили ребенка и заметила некоторые моменты, которые меня волнуют и смущают. Поясните, пожалуйста, обязательно ли при крещении младенца волосики отрезают крестообразно? Наш батюшка отрезал один раз с макушки. И второй момент. Грудной ребенок сильно плакал, батюшка разрешила дать ему попить водички. Но у нас была только смесь. Во время молитвы мы кормили малыша из бутылочки. Допустимо ли все это? Да, все это допустимо. По поводу пострижения волосиков. Это древний символ, обряд. Он еще был дохристианский обряд. Он символизирует верность. Мы даже можем вспомнить какую-то романтическую литературу, как на память постригался локон волос, и возлюблены или возлюблены хранили эти волосы в знак верности, клятва верности. Вот такой смысл в этом обряде, который воцерковлен, и вошел в таинство крещения. Это знак верности церкви. Бывает очень часто, что волосиков у малыша вообще нет. Или даже вот я помню случаи, когда крестили взрослого человека, у которого совсем нет волос. И в этом случае символически происходит такое... Пострижение волосиков. Иногда бывает, что много людей крестится, или волосиков мало, или малыш плохо себя ведет. Или какие-то еще обстоятельства, которые затруднительно постричь с четырех сторон. Крутится малыш. Священник постригает и просто крестом благословляет. Вот что значит крестообразно постричь волосы? Как это понять? Само по себе движение, пострижение, ну как? Просто ты постригаешь. Одно из пониманий, что это, так сказать, с четырех сторон головы. Я знаю такую практику, что постригают в одном месте и благословляют крестом голову. По поводу укормления смеси, ничего страшного в этом нет, конечно. Так бывает. Ребенок проголодался, маленькие детки иногда часто кушают. Ничего страшного. Как говорил у нас здесь тоже батюшка одно время, что голодный ребенок – это плохая примета в храме. Надо кормить обязательно. У нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Добрый день. Добрый вечер. У меня такое вот… Ну, родился с патологией, вырос уродом. И прожил нелепо, 54 года сейчас уже. И навредить боюсь своим. Ну, и родственники это, и есть это. И вот молю, Господи, дай мне разум и душевный покой. Смиренно дождаться прекращения бытия моего. Вот я этим врежу, ну, наврежу своим. Нет, никому вы не навредите. Спасибо. Никому не навредите вы. Если человек смиренно принимает волю Божию, себе попущение Божие, и несет свой крест, он совершает подвиг. Очень хорошо, что вы молитесь. Было бы очень важно вам причащаться святых тайн христовых, исповедоваться, действительно жить христианской жизнью, читать Евангелие. И вот тем, что вы рассказали, вы никак не себе, никому другому не навредите. Иногда на человека, на душу человека давит багаж всего того, что он делал до того, как прийти к Христу. Как он себя вел по отношению к другим, как он обижал других людей. И вот это в какой-то момент становится невыносимо, потому что тебе кажется, я уж прошу обращения, что я беру на себя эту смелость, ты действительно кажешься моральным уродом. Вот из этого состояния как правильно выходить? Ну, надо помнить о том, что покаяние, в покаянии человеку прощаются грехи. Если человек осознает свои тяжкие грехи до крещения или до первой исповеди, до выцерковления, и искренне в всем покаялся, так надо Бога благодарить, что Господь очистил душу, сердце и простил эти грехи. Бывает хуже. Бывает, что человек воцерковленный осознает себя мерзким, грешным, страшным человеком, нагрешившим. И в этом случае есть покаяние. Покаяние, как говорят святые отцы, второе крещение. Поэтому если человек упал, не лежи, вставай и иди дальше. Как быть с окружающими людьми, которые все помнят в любом случае? Это для смирения, с одной стороны. С другой стороны, если человек искренне исправился, покаялся, значит, внутренне изменился, это для них тоже пример, что он был злым, стал добрым. Ну, я какие-то тяжкие грехи совершал, а потом перестал их совершать. Это хороший пример для других людей. Если человек увидит это, он тоже воодушевится, что и он может исправиться. Потом иногда Господь покрывает, на самом деле покрывает по милости своей, чтобы человеку не было чрезмерно горько, и отношения окружающих тоже как-то так. Он либо не знает его, либо оно изменяется. Отец Алексей, спасибо вам огромное за ваши сегодняшние ответы. Да, к сожалению, наше время закончилось. Но вам, друзья, спасибо большое за ваши вопросы. С удовольствием будем ждать их в нашей студии, работая в прямом эфире. Увидимся завтра в это же время и на этом же месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин